Давайте я напомню. Если есть круг единичного радиуса, и мы делим его на некоторое количество частей, ну вот, например, на 12 частей, на 12 равных частей, то тогда получаются так называемые корни из единиц. Вот это вот у нас будет косинус 2π, это 1020 на 12, плюс и синус 2π, это 9 на 12, ну то есть если в градусах, то это будет косинус 30 градусов плюс и синус 30 градусов. Кстати, это есть, ну сколько вы говорите, косинус 3π плюс, плюс что? Плюс 3π, да? Вот это называется первообразный корень в 12 степени из единицы. Окружность разделили на 12 равных частей, и вот эта точка вот так записывается. В общем виде, естественно, у нас запись такая, косинус 2π разделить на n плюс и синус 2π разделить на n. Вот берем такое число, возводим его в степень, то есть в данном случае у нас есть число 1, это то же самое, что эпсилон в нулевой степени, да? У нас есть просто эпсилон, эпсилон в квадрате, кстати, эпсилон в квадрате корень 6 степени из единицы, эпсилон в кубе, вот это корень 4 степени, вот здесь у нас эпсилон в квадрате, видно, что это решина шестиугольника. Вот это вот эпсилон в квадрате, это видно, что решина квадрата. Дальше у нас эпсилон в пятый, в шестой, так, почему в пятый, в четвертый, в пятый, в шестой, эпсилон в шестой, это минус единица, да? И так далее, и так далее, вплоть до эпсилона в одиннадцатый, а потом эпсилон в двенадцатый, то есть единица. Так вот, мы, естественным образом, пришли к так называемой гауссовой сумме. Я напомню, что это такое, гауссовая сумма для двенадцатого. То есть, единица плюс, вот это было эпсилон в нулевой, да, эпсилон в первой, эпсилон в четвертой, в девятой, в шестнадцатой, в двадцать пятой, Эпсилон в 16-й это то же самое, что эпсилон в 4-й, эпсилон в 25-й это то же самое, что эпсилон в 1-й, и так далее, и так далее, вплоть до эпсилон в степени 121. Ну то есть если это описывать в виде суммы, то это надо первообразный корень возвести в степень k квадрата, где k пробегает все значения от 0 до 11, ну или, если вы угодно, от 1 до 12. Вот это называется гауссовая сумма. Мы для некоторых конкретных примеров разобрали, чему равны эти самые гауссовые суммы. И сегодня я хочу объяснить, как при помощи гауссовой суммы можно доказать квадратичный закон взаимности. Опять-таки, для тех, кто все забыл, я напомню, что есть так называемый символ, символ лежандра. Символ лежандра определяется следующим способом. Это единица, если а сравнимо с каким-то x квадратом, где x не делится на b. То есть это остаток отделения, не нулевой остаток отделения квадрата. Ноль, если а просто-напросто делится на b и минус единица, если а не сравнимо с x квадратом. Ну вот тут, естественно, надо кванта еще не забыть. Здесь существует x, а здесь стоит, естественно, для любого x. Для любого x, а не сравнимо с x квадратом, а здесь существует такой x, который не делится на b. И вот это все подробно обсуждали. Значит, все числа состоят из нуля, все остатки отделения на b состоят из нуля. Из квадратичных вычетов, которых b минус 1 пополам штук, и из квадратичных вычетов, которых b минус 1 пополам штук. Замечательно. Так вот, для того, чтобы у нас сегодня что-то получилось, нужно начать с обещанной уже вам штуки, а именно вычисления. Ну, давайте, наверное, я все-таки повторю, 2 модуля гауссовой суммы, а потом и квадрата гауссовой суммы. Напоминаю, вычисление самой гауссовой суммы, хотя и было произведено гауссом, и хотя и на самом деле может быть даже не одним способом рассказано, но вечно штуки. Я могу себе представить какого-то школьника, который это выучил, но вот эта штука тяжелая, и поэтому именно в точности определить, чему равна гауссовая сумма мы не сможем, мы сможем найти ее квадрат. Я думаю, что у нас b, простое число, пусть b будет больше 0, теперь ничего не будет. Давайте вводим обозначение. Значит, косинус 2π разделить на b, плюс b это синус 2π разделить на b, первообразная сумма. Гауссовая сумма – это сумма чисел вида ε в степени k квадрата, где k пробегает все значения планирования до r-1. Все обновленные остатки. Замечательно. Давайте, для того, чтобы все-таки было не так сложно с самого начала, чтобы вы сейчас немножечко вспомнили предыдущий материал, давайте я напомню, что такое сопряженное число. И давайте я сейчас вычислю то, что называется квадрат нерубля гауссовой суммы. То есть, давайте, для любого комплексного числа, вот здесь вот, в принципе, любое комплексное число, да, у него есть абсцесса x, у него есть координата y, число записывается так, x плюс y. У него есть такая точка симметричная относительно оси абсцесса. У нее координаты, понятно какие, x и минус y. Значит, это есть x минус и y. Вот это называется сопряженное число. Значит, нужно поменять знак перед мимой частью и оставить вещественную часть. Давайте обсудим, что такое сопряженное для числа f. Понятно, что это 2p разделить на b минус и синус 2p разделить на b. Но, ребята, это же то же самое, что ε в минус первой степени. Я на всякий случай напомню, что есть так называемая формула. Когда вы ε возводите в любую степень, то это cos 2p разделить на b плюс и sin 2p разделить на b. Почему? А потому что, когда, ну у нас было такое правило, мы подробно обсуждали, когда комплексные числа перемножаются, то модули перемножаются и аргументы складываются. Модуль у точки на единичной отможности это единица, корни из единицы, они на отможности единичного равенства. Сумма квадрата, cos и sin в единице. А аргумент, это как раз вот этот самый угол. Соответственно, в минус первой степени, значит, аргумент отчитывается туда. Отлично. Таким образом, сопряженное для корня из единицы число, это в точности этот самый корень в минус первой степени. Значит, когда умножаешь z на z сопряженное, то понятно, что получается. получается x плюс y умножить на x минус y. Если все скобки раскрываешь, то получается x квадрат плюс y квадрат. Это формула сокращенного умножения. Сумма чисел умножается на разность. Из школы известно. Из школы там минус стоит, но и в квадрате это минус единица, поэтому будет стоять как раз плюс. Комплексные числа во многом придуманы для того, чтобы x квадрат плюс y квадрат разложить в умножитель. Так вот, господа, что такое s умножить на вес с чертой? Ну, понятно. s это у нас вот такая сумма. Значит, мы так и пишем. k квадрат. k выбирает от 0 до p минус 1. Здесь другая сумма. Только не m квадрат, а минус m квадрат. Потому что вот минус единица. Мы взяли сокряженное, значит, каждый раз ε заменилось на ε в минус 1 степень. Ну, это то же самое. Продвигает значение от 0 до p минус 1. Умножаем сумму на сумму. Это то же самое, что... Мы будем написать сумму. Числа k и m зависимых в конкурсе. Продвигаем значение от 0 до p минус 1. А здесь у нас с вами будет k в квадрате минус m в квадрате. Ну, господа, я надеюсь, что вы мне разрешите здесь прямо сразу написать так. k минус m может на капуста. Теперь давайте вот подумаем о чем. Число b нечетное. Потому что оно было простое и оно было бы живое. Поскольку оно у нас нечетное, то на самом деле в виде k минус m представляется любой остаток от деления на b. Согласны? И в виде k плюс m представляется любой остаток. Более того, если вы знаете k минус m и k плюс m, то на самом деле пара k и m однозначно находится. Вот давайте я на этой доске отдельно решу. Хотя, в общем-то, это, конечно, существует для маленьких задач. Представьте себе, что вы знаете величину k минус m и вы знаете величину k плюс m. Как отсюда узнать, чему равно k? Ну, как раз и сложить. Получится, что 2k это 1p. А вот дальше, если бы p было четным, была бы большая беда. Потому что у нас тогда нельзя было сравнение отделить, да? Но число p у нас нечетное. А раз число p нечетное, то такое сравнение имеет единственное решение. Давайте я напомню. Вот если у нас есть все числа, все остатки. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 с конкурентом 7. И мы умножаем их на 2. Получается 0, 2, 4, 6, 8. То есть 1, 10, то есть 3, 12, то есть 5. Видите, получились те же самые числа, только в другом порядке. И так будет для любого нечетного числа. Почему? Потому что если бы здесь у нас получилось бы где-то там 2l и 2t, и они оказали бы одного и того же остатка при d не на p, то это бы означало, что 2l-2t делится на p. Но p нечетное, поэтому это бывает тогда и только тогда, когда l-3 делится на 2. То есть 2l при нечетном p в дело вообще никак не входит. Ну а то есть получилось бы, что они одинаковые. Таким образом число k определяется однозначно. Ну а если k определяется однозначно, то соответственно m тоже определяется однозначно. Господа, получается, что я вам могу эту сумму переписать в гораздо более приятном для меня образе. Просто k-m пробегает все возможные остатки, k-m пробегает все возможные остатки. В каждой паре соответствует единственная пара. Значит я здесь пишу суммирование вот такое. ε в степени a умножить на p. Замечательно. Теперь надо эту сумму понять, чему она равна. А это уже легко. Я ее разобью на 2. Например, в одном случае, когда b равно, нет, а равно 0. Хотя, конечно, на это будет равна, но... Итак, а равно 0. А в другом случае, когда а не равно 0. Поехали. Когда а равно 0, то это что? ε в нулевой это сколько? 1. 1. Но b-шек, b-шек. Значит, когда а равно 0, то это просто b. Ну, сумма, все равно b. Плюс сумма, а больше или равно 1, меньше или равно b-1. Сумма, b пробегает значение от 0 до b-1. Ну и наш любимый ε в степени a, b. Так вот, господа, я утверждаю, что каждая из вот этих вот сумм, это просто-напросто 0. Поскольку это очень просто и очень важно, давайте я это запишу в виде отдельной леммы. Лемма. Если... Если... Зида равно ε в степени a не равно 1, то, то сумма всех b в степени числа зида, где b пробегает значение от 0 до b-1, то вот эта сумма равна... Вообще-то это совсем очень. Я дал всем подумать, конечно. Так, все понимают, что мне ровно это и нужно? Если я пойму, что вот все эти слагаемые равны 0, то здесь у меня получится 0 до b, да? И получится, что квадрат в мёдре чему равен? p. Ну а значит, сам модуль хаосовых сумм, это корень из p. Те, кто был на занятии, когда мы там вычитали примеры хаосовых сумм, понимают, что это так и было. Итак, почему же сумма этих самых штук равна 0? Смотрите, что это такое по смыслу. Давайте я это выражение напишу в явном виде. Если b равен 0, то это будет 1. Потом пойдет зида, это b равен 1. Потом пойдет зида в квадрате. Зида в 0 и так далее вплоть до зида в p-1 степени. Согласны? Господа, вообще-то мы это с вами обсуждали. Формулу сокращенного умножения. Согласны? А зида в p-2 это что такое? Помните, зида это у нас ε в степени а. Это ε в степени ap. Но ε в степени b это единица. 1 минус 1 и 1 получается множество. Вот так вот вычисляется, если верить в сумму геометрической прогрессии. Если не верить в сумму геометрической прогрессии, а верить просто в геометрию, то это тоже очень легко. Смотрите, в чем история. Чем мы сейчас все занимаемся в принципе? Мы занимаемся корнями в этой степени из единицы. Это значит, что у нас есть окружность единичного радиуса, которая разделена на что? На p равных частей. Правильно? В нее вписано правильно по углу. Замечательно. И что здесь написано? Единица это вот такое число. Потом какой-то там угол. Провернулись в этот зида. Потом повернулись на удвоенный угол. Потом повернулись на утройный. Ребята, но если вы возьмете правильный p угольник, где p простой чисел. И пойдете каждый раз, прыгая на определенный угол, ну вообще, вы пропрыгаете в точности по всем вершинам. Побываете в каждой из них ровно по одному разу. И в результате вот эта сумма, это на самом деле просто сумма всех корней в этой степени из единицы, но только в другом порядке пройдет. Ну а в каком порядке не проходить. А когда из центра правильного угольника ставишь вектор во все вершины, то сумма получается одна другая. Так. Понятно? Понятно. Хорошо. Как лучше называть подготовительную работу, такое простое первоначальное упражнение, мы с вами сделали. Мы с вами доказали, что квадрат модуля главной суммы равен числу p. Между прочим, ребята, вот вам сейчас показалось, что это не такая достаточно кастая вещь, да? Что там мы с вами посмотрели, там какие-то корни из единицы. Оказывается, что прием, который мы с вами сейчас говорили, прием вычисления вот этой вот самой суммы, он чрезвычайно важен и чрезвычайно часто в математике встречается. То есть, смотрите, что произошло. У нас некая сумма, мы ее как-то преобразовали, и потом у нас слагаемые четко выделились на два класса. Один класс, это когда а равен нулю, и тогда там все слагаемые выстрелили, и дали нам в шоку. И другой, когда не угодили. В теории чисел даже есть специальное название. Тригонометрические суммы. На всякий случай, тригонометрические суммы, это в точности, и вот есть эти самые корни из единицы. И вот эта вот идея, представлять интересующую нас величину, через такие вот корни, и пользоваться вот этим вот свойством и вот этим вот приемчиком, оказывается, что эта штука чрезвычайно глубокая и позволяет решить большое количество всяких задач. Итак, пишем. С квадрат по модулю меняется так.